Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит нам о смирении. Мы не должны думать, что становимся ниже своего достоинства, когда сами смиряемся. Ибо тогда-то, по всей справедливости, мы бываем выше, тогда-то особенные достойны почтения. А что высокий, низок, смиренный же, высок, то в доказательство всего достаточно и слов Христовых, выражающих это. Впрочем, исследуем само дело. Что значит быть смиренным? Не то ли, чтобы терпеть унижения, порицания и клеветы. А что значит быть высоким? Не то ли, чтобы быть в почтении, в похвале и в славе. Посмотрим же, как бывает это. Сатана был ангел и превознесся. Что же? Не более ли всех он унижен? Не землю ли имеет он своим жилищем? Не все ли порицают и хулят его? Павел, апостол, будучи человеком, уничижил себя. Что же? Не почитают ли его? Не хвалят ли? Не прославляют ли его? Не друг ли он Христов? Не совершил ли он дел больше тех, которые Христос сотворил? Не повелевал ли он часто дьяволу, как невольнику? Не оглашал ли его, как палача? Не посмеивался ли над ним? Не имел ли сокрушенную голову его под своими ногами? Не молился ли осем с великим днерзорением и за других? И что я говорю об этом? Вознесся о весолом. Смирился Давид. Кто же из них стал выше? Кто славнее? Ибо что могло бы быть смирение слов, которые блаженный сей пророк произнес, когда злословил его семей? Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. 2 Царь 16, глава 11. Если угодно и следуем и сами дела, смирился мытарь, хотя поступок его не был смиренно мудрым, но кротко сказаны им слова. 3 Царь 16, глава 12. Гневается за то и даже воздаваемую честь отвергает. Кто из них больше? Принимающий ли, имеющий или воздаваемые пренебрегающие? Явно, что последний. И справедливо то. Ибо не иначе можно получить славу, как избегая славы. Потому что, когда мы гоняемся за нею, она убегает от нас. А когда убегаем от нее, она преследует нас. Если хочешь быть славным, не желай славы. Если хочешь быть высок, не будь высок. Но есть и другие причины, почему чуждающегося чести все почитают, а ищущего ее презирают. Род человеческий по природе как-то любит спорить и противодействовать. Итак, будем пренебрегать славой, ибо таким образом можем сделаться смиренными, или лучше сказать, высокими. Чтобы быть вознесенными от другого, не возноси сам себя. Кто сам себя возносит, тот не возносит, того не возносят другие. А кто уничижает сам себя, того другие не уничижают. Беседа на послании к философийцам. Господу нашему славу!